Депутаты Читы наконец осознали происходящее. Городские чиновники на первом заседании включили в повестку вопрос неисполнения программы «Тысячи дворов». Развитие и благоустройство. Есть ли оно? Наша съемочная группа прошлась по одной из центральных улиц краевой столицы. О внешнем облике Читы смотрите в материале «Город заборов и разбитых площадей». Читинцы испытывают дефицит воды из-за постоянного отключения и аварий. Что же тогда все лето делали ресурсники? Наш материал – неприятная закономерность. Программа «Тысяча дворов» обсуждалась на первом заседании городских депутатов. Народные избранники наконец-то заметили, что перекопанные дворики Читы так и остались перекопанными. А время уже движется к зиме. 15 августа закончилось давным-давно. И что-то надо делать. Подробнее далее в сюжете. Городские депутаты на первом заседании включили в повестку вопрос, которого не было. Исполнение программы «Тысяча дворов». Что ж, видимо, пора признать очевидное. Докатились до того, что, имея деньги, не можем исполнить ряд программ. Та же вот наша программа «Тысяча дворов» действительно до крайностей доходит уже. Подрядчики, они просто, я считаю, насмехаются над всеми. Качества работ нет. Соответственно, результата нет. Одни и те же подрядчики под разными компаниями заходят и воротят то же самое, что они воротили на протяжении предыдущих лет. Я бы предложил, может быть, на совместных комитетах это обсудить, подумать, пригласить специалистов из края. И какие-то меры нужно предпринимать, потому что у нас следующий год пойдет сейчас. И опять мы, так скажем, войдем в то же болото. Надо что-то думать и принимать какие-то жесткие решения. Я понимаю, что уголовные дела, которые сегодня заводятся на подрядчиков регулярно, но ни горожанам, ни кому-либо еще от этого никаких плюсов нет. У меня на округе три дворовых территории, которыми занимается, я не знаю, к сожалению или к радости, фамилия Августин по имени подрядчик. Ну, тут, может, Марина Викторовна нам подскажет. Так вот, месяц назад, ровно, он, разобрав полностью все дворовые территории, сказал, я больше работать не буду, у меня не заплатили деньги за предыдущую выполненную работу. Конечно, нас, безусловно, спрашивают, ну, каждую неделю на оперативном совещании. Федеральное министерство средств значительный на город выделено. Почему нет оплаты? Ну, еще раз хочу сказать, что у нас контрактами не предусмотрено авансирование. Оплаты по факту выполненных работ после сдачи всех объектов и качественного исполнения. Поэтому я, ну, как лично, это очень такая серьезная история, на самом деле. Объем большой. Не исполнение федеральных программ, выделенных, которые Дальневосточным федеральным округом, там Юрий Петрович Трутнев непосредственно, участвует в выбивании денежных средств для регионов ДФО. Но спрос будет самый серьезный, прежде всего, с руководителей, которые допустили невыполнение. Поэтому мы будем добиваться того, чтобы все было выполнено. Как сейчас Андрей Викторович сказал, что невыполнение данной программы будет персональная ответственность у руководителей, администрации, либо еще заказчиков. Вот. И многие недобросовестные подрядчики этим и пользуются. А что шапка будет гореть у руководителя, что чтобы избежать персональной ответственности, где-то на какие-то недочеты глаза закроют и подпишут. И они этим из года в год пользуются. И вот надо на сегодняшний день проявить принципиальную позицию. То есть эти акты не подписывать, даже с малыми недочетами. И не платить им деньги. На следующий год уже такие недобросовестные подрядчики, они не пойдут выполнять эти работы, потому что поймут, что деньги им не заплатят. А что делать жителям-то, у которых дворы разбомбили? Вот понимаете, там просто разруха. Меня интересно, мы по телевизору смотрим, у нас целые там не то, что кварталы в Мариуполе и так дальше, Министерство обороны за месяц восстанавливает, за месяц. Так может быть нам есть смысл было к подрядным работам этим, какое-то Министерство обороны привлечь? У нас бы уже все было бы готово и сделано. Потому что, а люди-то в зиму останутся в разрухе. Как быть? Александр Ильич, да мы бы сами, знаете, выбрали какой-то там пол хороших подрядчиков, с ними бы заключили контракт. Ну вот о чем Евгений сказал, что 44-й федеральный закон, мы его не можем перешагнуть. И даже исключив условия авансирования, чтобы минимизировать заход, скажем так, таких шарашников, он не позволил нам отсечь некоторых недобросовестных подрядчиков. Поэтому будем сейчас работать и все территории доводить. Маржинальность этих работ для организаций там 15-20% не больше. Когда мы видим, что подрядчики, так скажем, снижаются на 25, а то и до 30%, я, честно, не вижу экономического обоснования. То есть стоимость материалов, стоимость строительно-монтажных работ стоит дороже, чем цена контракта. Соответственно, можем предположить одно, что экономия на материалах, экономия на качестве работ, вот это вот и дает им возможность работать и зарабатывать. Учитывая то, что у нас и на чиновников персональная ответственность за и не за освоенные деньги, еще за что-то, естественно, наверное, некоторые идут на такие, так скажем, действия, что эти документы подписывают. Хотя по факту качество, вот даже я сам ходил по некоторым дворам, качество обсутствует вообще, то есть начиная от бордюра, заканчивая щебенкой, заканчивая асфальтом. Следующий раз этот двор будет ремонтироваться, наверное, уже не на нашем веку. Поэтому наша задача максимально помочь именно вот с тем, чтобы качество было на высшем уровне. А есть ли у нас возможность отказаться от аукциона и идти на конкурс? То есть вот выбирать подрядчика не способом аукциона, а именно конкурс. То есть там уже другие критерии совсем захода подрядчиков? Или все-таки это должен быть только аукцион и все? По закону даже предоставление договора аренды той же техники и так далее, он позволяет получить соответствующие баллы. Ну изучали эти вопросы, МКУ городские дороги у нас только по конкурсам тоже идет, ну чтобы не было вот этого чисто снижения. Там одно предложение по снижению и все, они шагами идут вниз до последнего. Поэтому как бы не сильно он спасает на самом деле, хотя и рассматриваем ли это вариант. Я понимаю, что аукцион дает снижение цены, вот вроде как бы хорошо, да, у нас появляется возможность сделать какие-то дополнительные территории, а по факту получается, лучше бы и не было этой экономии, но было бы сделано качественно за те деньги, которые заложено в смете. Вопросы в федеральной программе «Тысяча дворов» в Думе подняли поздно. На данный момент у подрядчиков есть время доделать все, что осталось, или даже то, что и не начинали делать. Срок – эти выходные. По поводу того, что сроки у нас уже ушли, мы всем 22-го числа отправили претензии, 10-дейное рассмотрение, устранение недочетов. Если недочеты будут не устранены, то мы будем уже обращаться в УФАС по Забайкальскому краю и просить включить подрядчика в реестре добросовестных поставщиков. Ну, а что Дума? Депутаты, в отличие от подрядчиков, осознали происходящее. Проблемы есть. Недочеты есть. Ошибки были допущены. Но я сегодня в самом начале сказал, вот не время сегодня искать крайнего. Время сегодня искать пути решения. И вопрос второй. Жизнь 22-м годом, слава тебе Господи, не заканчивается. Будет 23-й, будет 24-й. Не хочется наступать над ней те же грабли. И те риски, которые обозначил Александр Викторович Чеменков, они на самом деле есть. Не выполним, потом не дадут. И кто в этом виноват? Мы виноваты. Мы недоработали. Мы недорганизовали работу так, как это нужно было сделать. Далее было решено собраться и с чиновниками, и с подрядчиками, и со старшими коллегами из законодательного собрания. На рабочую встречу для того, чтобы решить, по сути-то, уже упущенный для этого строительного сезона вопрос исполнения федеральной программы «Тысяча дворов». На этом и закончили гимн. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ Фрески и фотообои по индивидуальным размерам. Любая текстура и любое изображение для спальни, кухни, зала и не только. Более миллиона эскизов из каталогов. Профессиональный дизайнер создаст изображения по вашим индивидуальным предпочтениям. Изготовление и печать фотозон, фотоподушек, фотокниг и портретов. Идеальное решение для ресторанов, кафе и гостиниц. Мы работаем по всему Забайкальскому краю. Красочный мир, фотообои и фрески на заказ по вашим размерам. Улица Шилова, 35А, торговый центр «Авангард», офис 7. Депутат Виталий Милонов рассказал журналистам о новом законопроекте для лишения отсрочки от мобилизации депутатов-добровольцев. Он пояснил, что федеральный закон исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован. Это не дает добровольцам участвовать в спецоперации без дальнейших проблем из-за пропусков заседаний. Оформление командировок в зону боевых действий не предусмотрено. По закону отметил Милонов. 22 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что депутаты Госдумы не имеют никакой брони, чтобы не участвовать в спецоперации. Свою слов, все парламентарии, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться на Донбасс. Следователи отдела по особо важным делам завершили расследование уголовного дела в отношении главы Борзинского района Сергея Русинова, который обвиняется в получении взятки и вымогательстве. Об этом накануне сообщили в следственном управлении СКР по Забайкальскому краю. Отмечается, что предприниматель вынужден был согласиться с предложением чиновника и передал ему деньги. В дальнейшем Русинов подписал документы для оплаты части, выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 миллионов рублей. По ходатайству у следствия Русинова заключили под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения. Главе района грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки. Ранее главе Борзинского района Сергею Русинову предъявили обвинение во взятке. Розничную продажу алкоголя частично ограничили в щите на время проведения чемпионата России по боксу. Об этом сообщается на сайте региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. Ограничения действуют с 29 сентября по 9 октября в радиусе 30 метров от места соревнований спортивного комплекса «Мегаполиспорт» на улице Генерала Белика, 41. Купить спиртное не получится за 2 часа до начала состязаний, во время их проведения и часа после окончания. В дни финальных боев 7 и 8 октября продажи алкоголя запретят на всей территории Читы. Это касается только розничной продажи. Ограничения не действуют в заведениях общепита. Подрядчик нарушил сроки ремонта крыльца. Здание правительства Забайкальского края на улице Чайковского в Чите работы должны были завершить до 30 сентября. Тротуар возле здания на Чайковского 8 перекрыли, напомним, еще 21 июня. Подрядная организация «Родион» выиграла контракт на ремонт крыльца за 10 миллионов рублей. Компания должна была установить новое основание для ступеней парапетов, уложить гранитную плитку и установить подъемник для маломобильных граждан. Проблемы в семье или на работе? Страдаете психиатрическими расстройствами? Срочно нужна помощь психолога или нарколога? Жизнь загнала в тупик и неоткуда ждать поддержки? Ребенок стал плохо учиться в школе? Частная медицинская клиника доктора Гасанова. Статус круглосуточно, анонимно. Телефон 8-914-126-2206. Для тех, кто сидит дома и редко бывает в центре города на прогулке, наша съемочная группа в очередной раз прошлась по одной из центральных улиц Краевой столицы и побывала на театральной площади. О внешнем облике нашего города смотрите в материале моих коллег. О развитии краевой столицы, о создании гостевых маршрутов для туристов, о благородном облике Читы в городской и краевой администрациях говорят часто. Многие четинцы уже успели заметить, как в центре города на тротуарах появилась Багуловая линия. Для тех, кто не знает, это некий пеший туристический маршрут, который торжественно открыли в мае этого года. Следуя по этой линии, можно прогуляться от здания почты на Бутино, огибая площадь Ленина, кафедральный собор и вернуться в точку А. На пути вы встретите семь стендов с описанием достопримечательностей города. Одна из таких – это городской центр образования – старинное деревянное здание, на котором контрастируют яркие современные информационные таблички. Справа от него большую часть квартала занимает высокий жестяной забор, который скрывает за собой строительство городской стелы. И обойти это ограждение со стороны улицы Ленина – целый квест на выживание. Здесь рядом с кинотеатром ведется строительство стелы. И пока этот опасный участок земли огорожен высоким забором, людям приходится преодолевать отрезок улицы, перепрыгивая через импровизированные опоры, либо выходить на проезжую часть. А в часы пик пробки собираются не только на дороге, но и здесь, потому что тропинка очень узкая, а людей ходит достаточно много. Те, кто помоложе, имеющие более или менее спортивные и физические данные, могут протиснуться между автомобилями, что стоят в парковочном кармане, и самим ограждением. А вот пожилым людям здесь пройти уже невозможно. Приходится выходить на проезжую часть, рискуя попасть под колеса машин. Поэтому я здесь и иду. Но вам пришлось на проезжую часть, а сейчас выйти? Я нарушаю. Согласна. А что делать? Судя по тому, как идет организация строительства, горожане терпят неудобства давно. Да и в целом, если пройтись по улице Ленина в районе Адара, то со всех сторон вы увидите высокие заборы, за которыми ведутся какие-то бесконечные стройки. Ну а если свернуть в сторону новой театральной площади и выйти в сквер, что находится за кинотеатром Удакан, то взору откроется картина настоящей беспомощности местной власти и смирения людей. Создается неприятное впечатление порой о нашем городе, хотя город сам по себе неплохой. Мы уже, люди, по-моему, привыкли к подобному. То есть это же не впервой. И у нас в разных местах встречается такое. Поэтому люди уже начали привыкать и забывают, что такое чистота, наверное. Прогулявшись по скверу, заваленному мусором, двигаемся в сторону театралки. Сколько же сил и нервов было потрачено, чтобы уже наконец завершить реконструкцию театра и самой площади. Но торжественно открыть – это полдела. Территорию нужно как следует обслуживать и охранять от вандалов. Народ не удовлетворен жизнью. Многие злые просто. Отсюда, наверное, чем объяснить? Невоспитанность у наших людей. Это печально, но что поделаешь. Это не только здесь на площади. Много мест. Просто безнаказанность. Вроде бы и камер достаточно много. Он сегодня здесь разрушил. Ему это понравилось. Его никто не наказал. Кто-то пытается так самовыразиться, наверное. А так, в принципе, негативненько. Что портит имущество, которое, в принципе, принадлежит обществу. Это все от человека зависит. Каждый воспитан по-разному. Сложно сказать что-то общее. Может быть, отдельные парки нужны. Можно портить, написать. Пусть туда ходят, портят. Утручает и то, что рядом с театром, похоже, появится очередной объект торговли. Или, как его называют в администрации, зимний сад. А вообще, практика местной власти превращать скверы и парки в уличные базары, читинцам совсем не нравится. Взять хотя бы недавние баталии по сараем на площади Ленина. Я вообще не понимаю наших детей. Мы их не воспитываем так. Почему им хочется все сломать? Вот мне это непонятно. У меня не было такого в детстве желания идти и сломать что-то. Почему у них есть желание сломать? Тем более, когда сделано для них. Я, конечно, люблю свой город, но хотелось бы, чтобы, конечно, было лучше, красивее. Но вот площадь мне, вернее, центральная мне сейчас нравится. Но я считаю, что торговые центры, я думаю, что лишние. Шесть месяцев и почти 72 миллиона рублей. Столько было потрачено на ремонт одной из самых популярных в Чите площадей. А полиция до сих пор ищет тех, кто занимался вандализмом. Сити-менеджер Читы Александр Сапожников не так давно предложил публиковать в интернете записи с камер видеонаблюдения и показывать всему городу нарушителей порядка. Но никто до сих пор их так и не увидел. Ярким примером вандализма является недавно отреставрированная театральная площадь. Разбитые фонари, погнутые столбы – все это говорит об отношении людей, которые не берегут свой дом и свою малую родину. Но с таким отношением Чита еще долго будет восстанавливаться и обретать благородный облик краевой столицы. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ Читинцы продолжают обращаться в нашу редакцию с городскими проблемами. На этот раз поводом стали систематические отключения горячей воды. Возникает вопрос, что все это время делали ресурсоснабжающие организации? И почему ремонтная летняя кампания плавно перетекает на осень? Тревожный сентябрь или осень без воды. Именно так читинцы в интернете обозначают свое недовольство по поводу отключения горячего и холодного водоснабжения. Каждое лето краевая столица превращается в город окопов, а в домах стоят сухие краны. Горожане с тазами и ведрами под рукой терпеливо ждут окончания ремонта, надеясь, что осенью проблем с теплом и водой не будет. Если к отоплению сейчас подключены все городские объекты и жалобы на холодные квартиры есть, но не так часто, то с подачей воды не все так хорошо. Еженедельно пресс-служба городской администрации размещает на своих ресурсах предупреждалки об отключении холодного водоснабжения. Причины, как всегда, одни и те же. Порыв водовода, переврезка трубопровода, аварийное отключение из-за прорыва – самые частые причины отключения воды. Но от того, что администрация предупреждает об этом читинцев, лучше им не становится. В очередной раз мы наблюдаем, как ресурсники, не смущаясь, продолжают лишать горожан водоснабжения, пусть и на время. А в администрации все так же продолжают отчитываться о героически проделанной работе. Так, по водоснабжению на утро все с водой. Сегодня у нас одно плановое отключение. Выпадает поливно-степенка, дом 14. Дальше, пожалуйста. По водоотведению вчера был засор дворовой канализации. Водоканал отреагировал, устранил. Сколько ситуацию не сглаживая, факт того, как ТГК-14 и водоканал умеют ремонтировать сети и качественно устранять или предупреждать аварии, прямо скажем, налицо. На сегодняшний день работы по ремонту и обслуживанию коммунальных сетей продолжаются, несмотря на вышедшие сроки. Обращаясь ко всем ресурсным организациям, все уже земляные работы давным-давно уже должны быть закончены. Поэтому постарайтесь на эту неделю плотворно проработать. На этой неделе поставят совещание, наверное, завтра. Ему уже отдельно каждый ресурсник доложит по своим ордерам закрытия ордеров. Так или иначе, но перманентное отключение водоснабжения продолжается. Для читинцев это уже необратимый процесс. Сравнить работу ресурсников и контроль над ними со стороны администрации можно с природным явлением. Как зима неизбежна в Забайкалье, так и отключение благ цивилизации являются уже странной и, главное, ненаказуемой данностью. Виктор Соловьев, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Телеканал ЗАП-ТВ примет свою команду молодых, активных и неравнодушных к происходящему в регионе журналистов. Мы не ищем дутых сенсаций, не снимаем и не говорим о том, что выгодно кому-либо. Мы не участвуем в информационных войнах и этим выгодно отличаемся от других средств массовой информации. Мы работаем во благо жителей Забайкальского края и показываем исключительно честную информационную картину дня. Мы готовы принять в свою команду тех, кто хочет стать частью самого крупного медиахолдинга Забайкалья. Когда мы испытываем трудности. Когда мы осуществляем свои права. Когда мы достигаем больших высот. Когда мы скорбим и молимся. Когда наши соседи в опасности. Когда нам угрожает беда. Есть кто-то, кто соберет факты. Расскажет нам историю. И не важно какой ценой. Потому что знание наделяет нас силой. Знание помогает принять решение. Знание делает нас свободными. Информационный портал Забру и телеканал ЗабТВ приглашают на работу журналистов. Мы развиваемся, запускаем новые проекты и готовы принять в свои команды тех, кто хочет стать частью самого крупного медиахолдинга Забайкалья. Забыкалья. Мы ждем тебя. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых свежих событий. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения 4 октября. Ведь отмечается День гражданской обороны МЧС России. Во вторник погода будет облачный. Ветер западный 3 метра в секунду. Ночью температура минус 3, минус 5 градусов. И от 2 до 4 тепла днем. Желаю вам прекрасного дня. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»